друзья всем привет с вами санек и сегодня в этом видосе буду замедлять хотел сказать ускорять замедлять мотоблок вот этого своего старичка который служит уже верой и правдой на лет 14 я не помню это показывал в одном из видосов документы на него такого года уже не помню вот жив здоров бодр и весел но все время хочу его замедлить и все время что-то мешает откладываю на потом на потом на потом и уже вот на протяжении уже надо 13 или 14 лет только сейчас до него добрался самое простое да самое самое простое это поехать на базарь и купить вот такого диаметра шкив и он сразу замедлится вот так как шкивок здесь стоит на 160 двигателя здесь с редуктором понижающим цепной значит передачей в два раза и есть такая возможность поставить большого диаметра мужики шкив ну покупать соответственно я вот такую банду не буду она там больше трех тысяч стоит я поехал купил маленькие мужики шкивок где он у нас тут вот маленький шкивок лишнее вот это срезал так как мне нужно чтобы наружу стоял большой шкив под косилку вот здесь от торцевала вот таким образом и буду вставить здесь стоят ремни профиля б а я его переведу на профиль а цена вопроса 600 рублей плюс ремни там по сто тридцать восемь рублей два штуки вот таким вот образом здесь она чуть вовнутрь здесь меня проставочная такая втулка но этого хватает у меня работает и на фрезах так и и так вот это подкосилку чтобы можно было легко снимать и а те ремни не трогать и соответственно вот сюда делаем я уже сделал знаете ребятки чем этом под верстаком только не валяется вот он мой будущий большой на 270 160 270 единственное я взял вот эту проставочную мужики шайбу вот такую вот такого плана вот и на станке и проточил таким образом вот здесь вот есть такой как ее назвать то правильно не знаю как ее назвать короче ничего голову не лезет вот такая штука есть внутри которая вот видите она чуть большего то в общем проточил я мужики шайбу в нужный мне размер ее прикрутил вот три двенадцатых два десятки чтобы она никуда уже не сдвинулась она будет центровать вот этот мой шкив из барабана помните мне токарь точил шкивы и запорол там их 4 по моему штуки вот один оставил и он такой здесь треснутый там треснутый тут треснутый такой печальники вот в общем он у меня остался и всю здесь в шкиве от просверлил 3 отверстия на 8 вот так вот сделаем проставочная шайба все это дело центрует там соответственно попадаем почему на 8 потому что здесь другие то и не поставить десяточки можно было впихнуть ничего болты у меня такие хорошие сейчас их вот так с той стороны ставлю с этой стороны и прикручиваю все друзья затянул три болта вода не с шайбами три болта здесь вот так вот мало будет я просверлю еще вот здесь между вот этими болтами вот где перемычки попадают примут вот здесь вот если три штуки будут мало будет пять штук держать но я повторюсь еще раз это для сенокоса вот фрезами не такая медленная скорость не нужно поэтому три болта гайковертом отбиваются даже не снимая маленький шкивок меняется шкив на профиль б заново при этом двигатель двигать ничего не надо так там шпонка сейчас попробую попасть по вот если видно сейчас покажу секундочку он по если видно вот этот шкив и вот этот шкив они вот вровень если что-то положить штангелек если что-то положить то вот они моем случае стоят один в один то есть вот эти ручьи и вот эти ручьи смотрят туда куда нужно при этом лишь повторяюсь двигатель мне не нужно не сдвигать ни лево ни право или мне подобрал ни туда ни сюда не надо двигать открутить несколько болтов здесь один поменять шкив накинуть другие ремни и работать на фрезер это займет и не знаю минут пять если займет и то хорошо если может быть нужно будет подстроить вот эти вещи так как здесь уже пошла сюда байда скорость выключим сейчас он не прикручены ничего все все центровано все крутится вертится не знаю показать ну они здесь чуть-чуть шире чем профиля ну здесь огибаемость шкива ремнем просто капец поэтому я думаю пойдет для синокоса и возможно буду ставить большие колеса сейчас хотел пробежаться там ежами по картофан умеясь колеса с мотоцикла я тоже сюда приспособил и он слишком быстро бегает на них даже на холостом ходу а вот теперь и проверю будет медленно есть 2 передача все сейчас собираю все на место ремни вот они разных калибров ну те что нужно я уже подобрал все и проверяю так холостой у меня повышенный все пробуем первая передача задний туре добавилось но замедлился вообще заметно как замедлился это капец мужики но это в работе нужно только показать с косилкой на днях буду косить обязательно засниму шикарно шикарно мужики но неудобно и снимать никого рядом никого не точнее рядом здесь под настроимость еще хоть там и изгибается ремень ну ничего это расходник мне не принципиально попадутся нужного размера зубатые поставлю зубатые вот на сезон если хватит так замечательно вот как-то так так поинтереснее стало я вам честно скажу поинтереснее да друзья собачка гавкает там соседка пошла до родителей вот так получается проходиться ежами отлично сейчас на больших мотоциклетных мужики колесах это колеса с урала ход меня устраивает вообще шикардос все пропалывается вырывается вот это все падалищ не хотя он и небольшой а то тоже падалищ не картошка она растет мужики между рядками вот ну там будет дальше видно я даю а вот падалищ не вылазит куст вот это потому что ну не все выбирается тем более копаем веерной копалкой а сорняк вот вылазит мелкий вот тут такой плюс перфорация вот этой корки дожди просто и так прибили землю это капец подгорну я ее еще чуть чуть попозже сейчас пока перфорация сделаю а там такие молнии капец успеть бы до дождя вот вот падалищ не такие кустики основная вся в рядках так что сейчас египератор придет я также ж мужики задом и окучу сажаю на фрезах я как привык идти впереди мотоблока так я и до сих пор все это дело делаю так что можете посмеяться еще раз мне так легче контролировать там ежи дисковые окушники и все 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 фрезы когда нарываю там сам окушник до ушатый вот его тоже легче контролировать когда я спереди валера челябинск привет я знаю человек переделал специально отпилил руль и приварил его с этой стороны вот теперь он сказал никогда в жизни не буду ходить за мотоблоком только перед ним это мега удобно вот оператор пришел сейчас пройдемся вот колеса ну как вам сказать размер мотоцикл урал днепр вот это их не колеса вот так вот шкивок вписался здесь замечательно тут вместо за глаза они узкие колеса и высокие и редуктор у меня картошка уже видно да она вся окученная и редуктор вот хотя на такая маленькая но идет и до картофана до земли не достает ну такие вот дела вот так вот Продолжение следует... 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 Продолжение следует...